МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но, к сожалению, погода рассчитывает на то, что в скором времени мы достанем катки и будем массово кататься, она нам не позволяет. Традиционно у нас проходит много спортивных мероприятий, в предновогодние праздники, в каникулы новогодние. Все соревнования и все мероприятия направлены именно на массового посетителя, на массовое спортивное катание. Катки мы уже попробовали в конце ноября, в начале декабря залить эти катки. У нас их было 10, но, к сожалению, сейчас из 10 катков существующих осталось только 3, на которых можно там... Это у нас каток в строителе на химике, это каток на шестой линии и улица Октябрьская в Приокском, дворец творчества. Вот пока вот на эти 3 катка мы всех приглашаем, там еще можно покататься. Как только погода позволит, мы порядка 30 катков по городу Рязани, во всех районах, во всех кварталах, там где есть у нас катки, хоккейные коробки, мы их постараемся залить и милости бросим всех наших жителей города Рязани. А меняются вообще тенденции в этом смысле? Может быть люди постарше, сейчас модно со всей семьей ходить? Мода вести здоровый образ жизни, она сейчас отслеживается. У нас много появилось и очень юных спортсменов, которые занимаются различными видами спорта, и в том числе и зимними видами спорта. Очень многие зрелые наши рязанцы тоже возвращаются, приходят в спорт, в массовый спорт, для того, чтобы чувствовать себя хорошо, чувствовать себя здорово. Каток – это только место, куда можно прийти со своими коньками? Или там есть и сервис в том числе? На наших таких традиционных катках, не по месту жительства, а на наших спортивных сооружениях, это локомотив, это ЦСКА, это химик. Там на тот момент, когда будет готов каток, если он зальется и будет действующим, то там предлагается и прокат коньков, и можете все подобрать любой размер, по любому возрасту. Всех ожиданий долгих праздников, длительных выходных, хочется себя чем-то занять. И, собственно, после того, как отпраздновали уже новогоднюю ночь, самое время подумать о здоровом образе жизни. Куда можно сходить, развлечь себя, развлечь детишек? Ну, у нас, во-первых, все спортивные сооружения будут открыты для выходных, для нашего, для спорта не бывает. Поэтому все спортивные залы будут открыты и по любому виду спорта вас там с удовольствием встретят и с удовольствием будут ждать. Вот, ну, традиционно все-таки зимние виды спорта, это вот эти катки, про которые мы говорим, это наши лыжные трассы, о которых мы тоже постараемся, как только позволит погода, как только будет достаточно снега, мы их обязательно оборудуем и всех туда пригласим. Будет дополнительная информация по всем средствам массовой информации. Недавно прошел чемпионат мира в Париже по джиу-джитсу. Расскажите немножко. 1 декабря в Париже проходил чемпионат мира по джиу-джитсу. Для нас результаты по джиу-джитсу уже стали традиционными. У нас два заслуженных мастера спорта в городе Рязани за 10 лет работы федерации. Но выступление в этом году было, можно назвать его смело, триумфальным. Потому что у нас впервые пять человек, пять наших спортсменов-рязанцев стали чемпионами мира. А в личном первенстве это был Евгений Мальцев, весовой категории, 56 килограмм. И четверо спортсменов у нас входили в команду. И команда России стала первой на этом чемпионате. Тоже впервые стала первой. Там у нас был Владимир Блохин, там был Николай Куценко, Илья Чаркин и Михаил Смирнов. Какими еще спортивными событиями запомнился уходящий год? Традиционно сильны мы в единоборствах. У нас сейчас успешно отбираются на Олимпийские игры два наших дзюдоиста. Даже три, но два очень реальные. Это Михаил Пуляев и Иван Нифонтов. Их рейтинг очень высокий, мировой. И скорее всего, они очень близки к тому, чтобы участвовать на следующей Олимпиаде. Также у нас еще два спортсмена, это Андрей Волков и Валий Куржев, тоже являются кандидатами в Олимпийскую сборную под дзюдо. Ну и традиционно успешно выступают наши грибцы, наши лыжники, которые у нас на параллельном зачете. Ну и вообще порядка 20 спортсменов может реально претендовать на участие в Олимпийских играх спорта. Ну вот если о спортсменах, а если обо всех остальных? Вот, например, в Европе там модно бегать по утрам, делать зарядку. Ну, естественно, люди себя до какого-то состояния уже довели, когда уже нужно делать зарядку по утрам. Как популяризировать все виды спорта? Чтобы популяризировать все виды спорта, правильно вы говорите, за рубежом именно идут от массовости. Все занимают, в меру силы занимаются, в меру своих способностей занимаются. Чем больше мы двигаемся, тем мы больше здоровы. У нас 15 наших городских спортивных учреждений, в каждой школе продуманы услуги для населения. Это как-то группы здоровья, которых все приглашают. И практически сейчас весь возраст в наших спортивных учреждениях, все возраста задействованы. От самых маленьких есть программы с 5 лет, и в том числе и по единоборствам, и по любым игровым видам спорта. С 5 лет и люди в группы здоровья могут тренироваться абсолютно без ограничений. Заниматься можно чем угодно в любом возрасте, и для здоровья будет только польза. Хочется у вас спросить, мы готовы к ГТО? Я думаю, что мы готовы к ГТО, потому что большая категория наших людей еще застала. То ГТО, в котором мы все участвовали, поэтому я думаю, традиции еще не пропали окончательно. Единственное, вот те требования, которые будут выдвигаться, там, наличие спортивных сооружений, вот, может быть, только вот, исходя из финансовой ситуации, могут быть только в этом какие-то проблемы. А так, я думаю, по духу мы сильны, и будем мы успешно участвовать и в ГТО, и, в общем-то, здоровые нации – это основа высоких результатов. И хочется спросить о планах. Я думаю, что они уже есть. У нас очень богатая новогодняя программа. У нас спланированы и мероприятия для детей, и мероприятия для взрослых. А вот об этом поподробнее. Прямо конкретно, где, когда? Ну, если вот в области спорта, во Дворце детского творчества у нас пройдет традиционная елка новогодняя, где мы будем подводить итоги и награждать юных спортсменов наших. Вот во всех новогодних елках, которые будут на территории города Рязани, спортсмены также участвуют. Там есть показательные выступления, мы участвуем просто, и как массовики-затейники, в общем-то, ну, это наша задача, социальная сфера должна помогать друг другу. И поэтому на каждом зрелищном таком мероприятии, не обязательно спортивном, рязанские спортсмены будут также участвовать. И в предновогодний период, и в новогодние праздники у нас, есть, существует у нас календарь спортивно-массовых мероприятий, и, исходя из этого календаря, у нас ряд запланированных и традиционных мероприятий. Это такие массовые мероприятия, очень популярные у рязанцев, как рождественские звездочки. Они у нас проходят по двум видам спорта, по спортивной и по художественной гимнастике. Вот в конце декабря эти два мероприятия пройдут. Также вот по месту жительства у нас проходят зимние спартакиады дворовых команд. Там у нас и веселые старты, и соревнования по хоккею, и много различных мероприятий, где участвуют как раз вот жители, несмотря на то, тренируются они в спортивных школах или нет. Это именно такое массовое мероприятие для всех наших жителей. Вот также пройдет у нас автокросс традиционный. Он состоится у нас 27-28 декабря на трассе Семена-Ленинская. По лыжам это вечерняя новогодняя гонка в мемориальном парке, 30 декабря. С 3 по 11 декабря пройдет перенство города Рязани по шаху потом среди мальчиков и девочек. Вот и с 7 января вот традиционная рождественская гонка памяти Степанова и Елова. Это в поселке Соколовка. Уже пошел отчет дней до Нового года. Хочется и вас тоже попросить поздравить рязанцев. Дорогие рязанцы, я вас от всей души поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю вам здоровья, счастья, исполнения всех ваших желаний, чтобы у вас была отменная физическая форма и будьте здоровы. Спасибо за эти 10 минут. Это была программа подробностей. Мы присоединяемся к поздравлениям. Оставайтесь с нами.